Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и неожиданно утром в субботу разработчики выложили рулетку на WZ114. Рулетка я бы не сказал, что наполнена чем-то интересным, ну возможно кроме своей WZ-хи, и то данная машина подойдет далеко не всем танкистам и далеко не все танкисты оценят ее, когда будут на ней играть. Перед тем, как мы покрутим данную рулеточку, посмотрим на стоимость данной рулетки, перейдем на другой аккаунт, вне зависимости от того, выпадет он здесь или нет, для того, чтобы его покатать в реальном рандоме, хочу обратиться к тому не очень хорошему человеку, который взломал мои аккаунты, слил мою голду, продал мои танки, короче говоря, нагадил настолько, насколько только мог. Я могу сказать тебе только одно, я не желаю тебе абсолютно никакого зла, я мог бы пожелать тебе, чтобы у тебя вывернуло руки или чтобы они у тебя поотсыхали, ну в общем типичные такие желания для человека, который потерпел от хреновых действий со стороны другого человека. Но я тебе скажу немножечко другое, я просто считаю тебя недоразвитым чмом, которое ничего в жизни самостоятельно никогда не делало и не может сделать. Ты не способен достичь чего-либо, единственное на что тебя достаточно, это для того, чтобы попытаться украсть то, что тебе не принадлежит, или для того, чтобы сделать какому-то другому человеку, который тебя не трогал никогда и ничего плохого тебе не делал, сделать каких-нибудь гадостей. Я считаю тебя низменным, абсолютно ущербным существом и даже за человека тебя не считаю, поэтому мира тебе, ну и обязательно спокойствие. Ну а что, ребят, теперь давайте, коль я уже обратился к этому крайне неприятному для меня человеку, давайте теперь вернемся к рулеточке. Значит, смотрите, рулетка суммарно на 11 прокрутов, вроде бы недорого, но по факту, ребят, получается целых 24, простите, 22405 голды. И, безусловно, для этой девятки это очень дорого, ну а то, что вы получаете в комплекте, явно не стоит разницы. Если вдруг вам повезет на 9 прокруте включительно машину забрать, тогда еще куда не шло. 13905, и вроде бы для девятки это приемлемая цена, но опять-таки, в эти 13905 вам, даже если войдет WZ-114, то дальше вы набираете всякого рода, ну уж простите, в большинстве своем хлама, по типу серебра, который можно нафармить, всего лишь 2000 свободного опыта. Да, есть типа бустеры, но эти бустеры можно пофармить где-нибудь там в каких-то ивентах, пооткрывать коробки бесплатные. Короче говоря, есть где их набрать. Ну вот получается, что ничего толкового, кроме самой WZ-х и ее действительно прикольного внешнего вида, больше ничего в рулетку не положили. Особо крутить не буду, я вообще считаю, что в рулетках необходимо прокручивать несколько раз, а дальше определяться, идешь ва-банк или нет. Потому что, если ты, допустим, докрутил в данной рулетке до вот этого, ребят, 9 прокрута, и машина тебе не выпала, то ты просто в никуда, ну как минимум в этой рулетке, не имея там каких-то контейнеров и подобных вещей, слил просто в унитаз 13900. Ну и дальше тебе, соответственно, придется либо с этим смириться, либо добивать еще 8500, для того, чтобы принципиально машину забрать. Ну а в таком случае, как я говорил, она достанется тебе за 22400, а это действительно очень дорого. Поэтому делаю чисто ради интереса 2-3 прокрута, исключительно для вас, для того, чтобы показать, какие шансы выпадения на первых прокрутах главной награды в виде МВЗ-114 за свои 50 голды. Я получаю, ребят, ни много ни мало, а целых 50 тысяч серебром. Да я бы лучше один бой сыграл, честно говоря, на какой-нибудь фармящей восьмерке, ну и забрал бы себе этих же 50 тысяч. Делаем прокрут за 75, сейчас, скорее всего, будет либо серебро, либо свободка, она вряд ли мне что-то там прям интересное упадет. Аватар мне вообще с этим зайцем, в принципе, не интересен. Ну окей, хорошо, если бы я играл на этом аккаунте, то x5 в количестве 10 штук, да, это действительно интересно, поможет прокачать какую-нибудь веточку. Но в моем случае я на этом аккаунте не играю, согласен, здесь уже вопрос ко мне. Два прокрута сделал, ребят, вы меня простите, пожалуйста, но меня жаба давит дальше делать прокрут за 350 голды. Ну просто потому, что мои шансы выбить ВЗ-ху 0.16%. Что касается моих реальных шансов, то, что мне, скорее всего, упадет за моих 350 золота, это с высокой долей вероятностью будет либо свободный опыт в количестве 2000, и я не готов отдавать 350 голды всего лишь за 2000 свободного опыта. Либо того хуже, бустеры боевого опыта. В количестве 30 штук. Ну, может быть, если прям совсем мне повезет, то я получу отсюда анимированный аватар, который еще хуже, нежели свободный опыт, и еще хуже, нежели бустеры боевого опыта. Но это мое скромное субъективное мнение, а вы свое пишите обязательно в комментариях. Короче, друзья, крутить дальше не будем, уж простите меня и не забрасывайте гнилыми помидорами в комментариях. Переходим на другой аккаунт и выкатываем ВЗ-ху из ангара. ВЗ-114 в своем легендарном внешнем виде действительно выглядит довольно-таки круто. Здесь художники неплохо постарались, ну и что касается чисто внешнего вида, мне заходит очень сильно. Но заходит очень сильно не только потому, что сам внешний вид интересен и не сильно нагружающий, А еще потому, что если вы это дело снимете все с танка, то он просто преображается в какую-то, не знаю, тыкву, которая вроде бы должна была быть каретой, но по факту ничего не получается. И дальше какой бы каму ты на него не надел, он в принципе, ну, не сияет абсолютно. Поэтому, ребят, в легендарном внешнем виде машина действительно великолепно смотрится. При этом всем я ни в коем случае не рекомендую вам приобретать себе легендарный внешний вид для данной машины за стоимость какой-нибудь годной семерки, а на новогоднем ауксоне иногда и восьмерки, для того, чтобы просто покрасоваться в бою. Лучше все-таки покупайте прем себе. Ну, это мое скромное, опять-таки, субъективное мнение. Что касается технических характеристик. Орудие вполне себе приемлемое. Да, оно не фонтаново крутое, но что-то в нем, безусловно, есть. Есть время сведения, которое неплохое, 3,5 секунды. Вполне себе приемлемый разброс, как для тяжелого танка. Что касается урона. Да, целых 470 единиц альфы на базовом снаряде с пробитием в 254 мм, чего более чем достаточно, чтобы играть. Но, ребят, есть огромный камень преткновения в виде времени перезарядки. 13,22 с учетом установленного оборудования на досылатель. При этом всем мы получаем с вами ДПМ в 2133 единицы. Вообще, если говорить откровенно, то ВЗ-114 это самый не ДПМный танк на 9 уровне среди тяжей. И сейчас я вам это покажу в сравнительной таблице. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 9. Это действительно очень комфортно, очень приятно. И порой, я бы сказал, даже радует. Что касается бронирования. Бронирование вроде бы отсутствует, но по факту имеет очень хорошую приведенную броню. Как видите, в щеках башни здесь неплохая приведенка есть. В 400, 500. Да, местами есть вот такие вот пробелы в 300 с копейками. И сюда действительно могут забрасывать. Особенно, если вот так вот башенку чуть-чуть повернули. То сюда вам залетает бодро, ну прям такой, знаете, румянец, как у девы красивой. Что касается брони по лбу башни, здесь в принципе все довольно-таки неплохо. Касаемо комбашенок, они есть, они пробиваются. И они, может, и забронированы, но в принципе не очень. Что касается прямой проекции по лобовой броне корпуса, то здесь неплохая приведенка в верхних бронелистах. Но нижний бронелист оставляет желать лучшего. Да и размеры имеет довольно-таки не кислые. Борта, корма, вообще ничего интересного. Короче говоря, по броне здесь вроде бы и есть, а в то же время и нет. Короче говоря, в зависимости от карты, в зависимости от того, куда поедете, где как станете, ну и кто рядом с вами будет. Потому что ваше время перезарядки прям требует наличия рядом с вами какого-нибудь союзника, который будет вас поддерживать. Что касается сравнения с другими машинами на уровне. Ну, во-первых, то, что я говорил. ДПМ, ребята, у нас самый низкий из всех, какой только можно себе представить. То же самое касается, в принципе, и времени перезарядки. 13 с копейками секунд. Хуже, ребят, перезарядка есть. Она есть только у Камппанзера 70. Но, ребят, при этом всем, несмотря на то, что у Камппанзера 70 перезарядка дольше, у него ДПМ выше, потому что у него альфа составляет целых 560 единиц против 470 у нашего героя. Поэтому я бы сказал, что компоновка и, скажем так, развесовка технических показателей по орудию, она, ну, прям совсем не в пользу WZ-114, как ни крути. Можно попытаться найти какие-то, вроде бы, дополнительные плюсы у этого орудия, но это очень сложно. Потому что, допустим, те же самые показатели в отношении пробития тоже оставляют желать лучшего. При этом всем, если ты ставишь себе калиброванные снаряды, то ты просто хоронишь напрочь свой ДПМ и напрочь хоронишь свое время перезарядки. Поэтому здесь калиброванные снаряды, ну, прям вообще не в дугу. Короче говоря, веселого очень мало. Также машина не может абсолютно похвастаться скоростью передвижения по карте. Всего лишь 32 километра вперед и 14 назад. Да, есть несколько танков, которые хуже по скорости передвижения вперед. Это Маушен. Ну, прям вообще нашли с кем сравнить. Ну, и это наш ВК-4502П. Короче говоря, два проходных товарища, которые действительно уступают по подвижности. Но, ребят, там хотя бы понимаешь, за что ты платишь. А здесь, ну, реально понимания такого нет. Все остальные машины передвигаются по карте гораздо бодрее. Что касается процента по победам, то здесь, на мое удивление, 55%. Как это получается, я не знаю. Скорее всего, эту машину получили себе те игроки в свое время, которые действительно либо очень круто играют, либо, не знаю, все. На этом мысль заканчивается. Откуда здесь 55% неизвестно. Ну, в принципе, ВЗ-114 обладатель довольно-таки неплохой живучести. Возможно, в этом. Возможно, в этом ответ на вопрос, почему эти 346 игроков сделали 55% побед на данном тяжелом танке на 9 уровне. Против десяток играется он действительно очень сложно. Ну, по крайней мере, моими средними руками. Я не супер танкист, не супер, там, не знаю, нагибатор в рандоме. Обычный игрок. И на нем против десяток, как я уже сказал, мне приходится довольно-таки туго. Ну что, поехали, попытаемся заценить его в реальном бою. Ну что, ребят, поехали. И давайте будем начинать с того, что, по крайней мере, данной карте особо вариантов у меня нет. Учитывая мою скудную подвижность, единственное, на что я способен, это подкатиться вот сюда вот в район мостика, в районе точки С, ну и, соответственно, здесь пытаться как-то вместе со своими союзниками сдерживать соперников и отстреливать по засветам, которые я либо сам себе сделаю, либо, может, союзники подсветят. В принципе, все. Дальше на этой карте в ближайшие, там, минуту-две боя, если более быстро события не будут развиваться, делать мне особо нечего. Промахнулся. Жаль. Мог Хори сейчас закинуть сверху. Ну, как есть, так есть. Выжидаем дальше, перезаряжаемся. Перезаряжаемся. Слава богу, время на поговорить у нас есть. Все-таки перезаряжаемся мы не так уж и быстро. С другой стороны, накидываем плюс-минус неплохую альфу. И вот таким вот спокойным геймплеем, абсолютно никуда не торопясь, никуда не выезжая, надеясь на засветы, мы будем стоять здесь и, в принципе, отрабатывать по товарищам соперникам. Главное, чтобы они рашить сейчас не начали. Потому что раш данная машина переживает не очень хорошо. Мне пока фартит, рядом со мной есть мои союзники. Что касается времени сведения, то, как вы видели, время сведения довольно-таки бодрое. Что касается точности, то, как вы видите, точность, безусловно, есть. Да, чуть-чуть там на какую-то долю миллиметра мне не фартануло. Пролетело немножечко правее и ниже, нежели я целился. Но, в целом, сказать, что данное орудие является косым, я лично не могу. Так, приехал хулиган. Надо хулигана отправить отдыхать. Глядишь, может, фраг какой-то запишем себе на счет. Да, в это время я размениваюсь, получаю в бортинку. Круто получилось. Да, действительно, оно того явно не стоило. Развернуться возможности тоже особо и нет. Машина не является бодрой в отношении маневренности. Ну, короче говоря, он такой, знаете, спокойный, унылый и, я бы сказал, ничем не примечательный. Может быть, именно в этом спокойствии и в этой унылости есть фишка данного танка. Может быть, те игроки, которые любят на нем играть, скажут, что именно за это они его и ценят. Но мне такой геймплей как-то не очень по душе. Еле-еле передвигаться, но не очень. Мне бы хотелось, чтобы все-таки это было как-то более энергично. Что касается возможностей по настрелу, ну, я бы не сказал, что они там являются какими-то крутыми, потому что ДПМа как такового нет. Что касается времени перезарядки, то опять-таки ждать по 13 секунд возможности выстрелить с Альфой, которая будет, ну, чуть-чуть выше, чем у многих машин на 9 уровне, ну, не совсем, опять-таки, интересно. Вот так вот и получается, что вроде бы и тяж, а с другой стороны от тяжа тут, знаете, не сильно-то и много. Комбашня, как видите, абсолютно спокойно пробивается, огромный нижний бронелист, который вполне спокойно прошивают. Ну, понятное дело, что когда я подставил борта, то там ожидать какого-то чуда не приходилось. Хотя есть такие танки, которые даже бортами умудряются танковать. ВЗ-114 к ним однозначно не относится. Досматриваем бой, смотрим на результаты и будем подбивать итоги. Ну что ж, друзья, бой закончился поражением. 1566 единиц нанесенного урона, один уничтоженный соперник в отношении фарма. Я думаю, что мы находимся прям, ну, совсем внизу. 20 тысяч это с учетом прем-аккаунта. Ну и что касается нашей результативности, то это второе место в команде по количеству нанесенного урона. Безусловно, Ягдтигр отыграл просто божественно, 4300 единиц урона. Ну и, соответственно, заслуживает от нас лайкоса. Точно так же заслуживают от нас лайкоса однозначно наши соперники, которые нам составили довольно-таки приятную компанию в данном бою. Ну а самое главное, что конкретно для меня данный бой, несмотря на то, что я умею получать удовольствие даже от проигрышных боев, ну, не принес мне абсолютно никаких позитивных впечатлений. Абсолютно нудно, абсолютно скучно и неинтересно. Именно поэтому я остро не рекомендую вам крутить данную рулетку. По одной простой причине, потому что, во-первых, данная машина достанется вам очень дорого, а в нагрузку вы получите вещи, которые вам, в принципе-то, особо и не нужны и ценностью особо и не являются. Ну, может, разве что обвес-выскочка, но, опять-таки, прям совсем на любителя. Ну а во-вторых, ребят, машина далеко не та, которая действительно сможет вас порадовать за эти деньги. Если вы тратите 22 400 на то, чтобы забрать себе танк из рулетки, то этот танк действительно должен того стоить. Мне кажется, что лучше за эти деньги зайти на новогодний аукцион и приобрести себе какие-нибудь 2-3 прикольных классных восьмерки. А можно еще и со сдачей остаться при этом. Вот такое вот честное мнение по поводу WZ-114 рулетки на него, которая, как мне кажется, вышла абсолютно несвоевременно, ну и абсолютно по неаргументированному ценнику. Я побежал снимать специально для вас. Ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова